Здравы будьте, все люди добрые! Сегодня мы будем продолжать разбирать мифы из книги Каледы. И следующий миф у нас будет называться «Велес и Ася Звездинка». Это следующий миф из веды Велеса, рассказывающий об отношениях, о партнерских отношениях, о том, как Велес искал свою половинку вторую. Напомню, что в предыдущем мифе мы рассматривали то, как Велеса злой колдун Кащей превратил в чудо-юдо звероподобного вида. и о том, как Велес пытался свататься к девушкам и сказал, что расколдует его только, если его полюбит девица за душу добрую, но не за внешность. Кому интересно, можете посмотреть предыдущее видео. А сегодня мы будем читать миф Велеса и Ася Звездинка. Я заранее скажу, что миф этот является основой для создания сказки «Аленький цветочек». В таком виде этот миф сохранился и дошел до наших дней. Вот, допустим, в сказках, собранных Афанасьевым, русских сказках. Но здесь мы видим, что данная сказка является только частью большого мифа о том, как Велес искал свою вторую половинку и какие его душа проходила уроки в таких вот ситуациях. Итак, начнем. Не удивляйтесь, вы увидите знакомый сюжет, однако, говорю еще раз, что этот сюжет нужно осмотреть в контексте с остальным мифом, мифами, вернее мифами из Веды Велеса. Как в о том святогоровом царстве жил купец богатый Садко, почитал он Велеса мудрого, и во всех краях, где он хаживал, богу Велесу строил храмы. И имел он много товаров золотой казны, самоцветов, и имел трех дочек любимых, и любил он их больше жизнью, больше всех сокровищ земных. Всех сильней любил дочку младшую Асю, правнучку Святогора. Вот пришла пора отплывать по делам торговым купеческим в тридесятое государство, собираясь дорогу дальше, дальнюю, так сказал Садко дочеря, много ли, мало ли в дороге буду, то не ведаю, дочки милые, вы живите достойно, смирно. Коль исполните мой наказ, привезу такие подарочки, о каких вы только мечтаете. И сказала так дочка старшая, Государь ты мой, родный батюшка, не дари ты мне черного соболя, злато-серебра, жемчугов, подари венец королевский из камней дорогих самоцветных, чтоб в ночи сиял, словно месяц, но во днем горел солнцем красным. И Садко сказал старшей дочке, хорошо, пусть будет по-твоему, знаю я, есть в царстве заморском тот дорогой венец самоцветный, он хранится у королевы, спрятан в каменной кладовой, в пещерочке под горою, за двумя дверями железными, за тремя замками булатными. Да, ребятушка, да работушка будет трудная, но казне моей все откроется. Поклонилась я дочка средняя, Государь ты мой, родный батюшка, не дари ты мне черного соболя, злато-серебра, жемчугов, да и хрустальное чудо зеркальца, чтоб смотрясь в него я не старилась, красота моя прибавлялась. И ответил он средней дочери, хорошо же, дочь моя милая, знаю я, что в царстве заморском у царя с царицей прекрасной есть волшебное чудо зеркальца, скрыто зеркальце в башне каменной, что поставлено на горе, за семью дверями железными, за семью замками булатными. Вышена горы, триста саженей, и ведут к той башне ступеньки, их три тысячи без единой, и на каждой ступени воин, и ключи от этих дверей та царица носит на поясе. Да, работушка будет трудная, но казне моей все откроется. Поклонилась и дочка младшая. Государь ты мой, родный батюшка, не дари ты мне черного соболя, злато-серебра, жемчугов, привези лишь цветочек аленький, да такой, чтобы в целом свете не найти его было покрашен. Призадумался тут купец, мало ли, много ли, проходит времени, стал ласкать садько, дочку младшую, говорил он ей таковы слова. Ой, дала ты мне, дочь, задачечку. Потяжельшее, чем сестры старшие. Как найду я цветочек аленький, как узнаю, что он всех краше. Поищу его в царствах дальних, а найду ли нет, я не ведаю. Тут можно обратить внимание, что подарки связаны с первыми двумя дочерьми. Садко говорит, что в моей казне все откроется. То есть он их может просто купить где-то у кого-то за большую даже сумму денег. Но вот аленький цветочек это особый подарок. Это то, что ни за какие деньги не купишь, его нужно найти. И добыть ценой времени, ценой жизненного времени. В общем, здесь можно как бы обратить на это внимание в сказке. Что это, конечно же, не простой цветок. И поплыл садко через морюшко, торговал в тридесятом царстве, продавал товары втридорого, покупал чужие втридешево, трюмы нагружал златым серебром и каменями драгоценными. Мало ли, много ли времени не проходит. Он-то был венец самосветной старшей дочери на забаву, средней дочери чудо-зеркальца, но не смог найти младшей дочери тот заветный алый цветок. Был садко в садах королевских, был и в княжеских, был и в царских. Видел много цветочков алых, но никто не мог поручиться, что их краше нет в целом свете. Говорили ему садовники, что еще прекрасней цветы во горах высоких ирийских. Только в горушке те святые нет пути дороженьки смертным. И поднялся садко на корабль и поплыл к истокам Великой Ра-реки. Плыл от самого моря Черного ко горам высоким ирийским. Вот уж реченька стала узенькая, обмелела и запорожила. И сошел садко с корабля, и пошел садко с корабельщиками по горам, холмам и долинам. Прел садко лесами дремучими, болотушками зыбучими, И дружков в пути растерял, Кто пропал в болотной пучине, Кто назад повернул Или в реке утонул. А садко все шел без дороженьки. Видит лес, пред ним расступается, А за ним опять задвигается. И не слышно рыку звериного, И шипения нет змеиного, Писка в норочках нет мышиного, Нет в ночи и крика совиного. Только сердце бьется в груди, Только виден свет впереди. И выходил садко на поляночку, А среди поляны широкой, Там стоит чертог белокаменный, И сверкает огнями многими. И украшен чертог Златым серебром и каменьями самоцветными, Все окошечки в нем растворены, И играет дивная музыка. И входил садко в золотой чертог, Видит лестница белого мрамора С полозолоченными перилами, По бокам вода бьет ключами, И цветы растут, птицы песнь поют. Входит в зал и садко, и в горнице, И везде убранство богатое, Только нет кругом ни души. И девица садко чудо чудному, Только думает про себя. Как красиво здесь и богато, Только кушать путнику нечего, Лишь подумал он, Перед ним вырос стол, Уставленный явствами. Сел за стол садко без сомнения, И напился, наелся досыта. Не успел он встать и глянуться, А стола с едой как и не было, Только музыка не смолкает. И девица садко чудо чудному, Только думает про себя, Хорошо бы лечь отдохнуть. Глядь, пред ним кроватка резная, Пуховик на ней, как гора, лежит, Пуху мягенького, лебяжьего, И заснул садко, и забылся. Утром встал с кровати высокой, А уж платье ему приготовлено, Одевался он, умывался, Кушал завтрак, И снова стал по палатам дивным прохаживать, Все казалось ему лучше прежнего, И сошел он с лестницы мраморной, С малахитовыми перилами, И выхаживал в чудный сад. Ходит он по саду, дивуется, Спеют там плоды на деревьях, И цветы цветут расчудесные, По цветочкам летают бабочки, И ключи там бьют, Птицы песнь поют. Видит он перед ним, На пригорочке расцветает цветочек алый, Красоты цветочек невиданной. Что не в сказка сказать, И не вздумать, От него по саду волшебному Разливается чудный запах. Дух в груди садко занимается, Резвые ноженьки подгибаются, И сердечушка разрывается. Вот какой он, Цветочек алый, Нет его в целом мире краше. И сорвал садко тот цветок. В тот же миг, Безо всяких туч гром ударил, Сверкнула молния, И под ним земля зашаталась. И явился пред купцом, Сам бог Велес, В виде чудовища. Диким голосом заревел, Что ты сделал, И как посмел Мой цветочек рвать заповедный? Я цветочком тем утешался, И хранил его пуще ока. Я бог Велес, Хозяин сада, Я кормил тебя и поил, Ты же мне чем за то уплатил? И со всех сторон завопили, За цветочек аленький смерть. И упал садко на колени. Ой, ты гой, Иси, Велес, батюшка, Ты прости меня неразумного. Не вели казнить, Вели миловать. Дай мне словушка Только вымолвить. У меня есть дочки любимые, И хорошие, и пригожие. Обещал я им дать подарочки, Старший дать, Венец самоцветный, В средней зеркальце подарить. И цветочек аленький, Младший, В целом свете его нет краше. Старшим я добыл по подарку, Только младший найти не смог. Но увидел я тот цветок Во саду твою, Мудрый Велес, И подумал, Что ты богат, Жалко ли будет тебе цветочка. И ответил так мудрый Велес, Нет тебе две леса милости, Но одно есть только спасение. Отпущу тебя невредимого, Накражу газную несчетную, Подарю ялый цветочек, Коли вместо себя ко мне Ты одну из дочек пришлешь. Я обидушки я не сделаю, Будет жить в чести и приволье. Стало грустно мне одному, Пусть развеет она мне горе. Падал ниц садько пред хозяином, Лил купец горючие слезы. Ой, ты го, если Велес, батюшка, А как быть, коли дочки милые Не пойдут к тебе похотенью, Аль прикажешь их приневолить? Да и как к тебе добираться? Я три года шел без дороженьки, Но каким местам сам не ведаю. И ответил так Велес, мудрый, Пусть придут они похотенью, По любви к тебе, родну батюшке, Но коли не захотят, Сам вертайся за лютой смертью. Как дойти сюда, не твоя печаль. Вот возьми мой перстень волшебный, На мизинец его наденешь, Будешь там, где сам пожелаешь. Начал думать, Садко думу крепкую, Лучше с дочками мне увидеться, Но коли меня не выручат, Приготовлюсь к лютую смерть. И надел кольцо на мизинец, Не успел Садко оглянуться, Он стоит во славном царграде, На своем широком дворе. И в ту пору в ворота въехали Караваны его богатые, И казны на них больше прежнего. И встречают его дочурки, И целуют его, И милуют, И зовут его словом ласковым. Принимают его подарочки. Дочка старшая, Дорогой венец, Дочка средняя, Чудо-зеркальце, Дочка младшенькая, Цветок. Только видят, Печален батюшка, Есть на сердце его тоска. И сказала так дочка младшая, Мне богатства твои ненадобны, И цветочек Аллы не радует, Коли ты нерадостен, батюшка. Ты открой-ка нам, В чем печаль твоя? Не таи от дочек к ручьям. И ответил так дочерям Садко, Я нажил богатство великое, Но не смог беду отвратить, Дал обет такой богу Велесу, Если он меня возвратит домой И подарит цветок Аллы, Я отдам ему дочку родную. Коль никто из вас Не решится жить у Велеса, Бога Лютого, Обращенного в чудо Юду, Я умру тогда смертью скорой. Испугались от дочки старшей, Разбежались и попрятались, Только младшая так сказала. Коль ты мне принес, Аленький цветок, Значит, надо мне выручать тебя, Отправляться жить к богу Велесу, Буду я служить зверю лютому, Может, меня и помилует. И с отцом прощалась звездиночка, И брала она аленький цветок, Перстень на руку надевала. Тот же миг она оказалась В опалатушках богатых Велеса, На кроватушке золоченой, И на той перине лебяжей, И легла она почивать, Утро вечера мудренее. А на утро она проснулась, И пошла чертоги осматривать, И ходила она много времени, На диковинке удивлялась, И казалось ей все краше, Чем рассказывал родный батюшка. И сошла она в зеленый сад, И запели ей соловьи, Зазвенели ключи хрустальные, И цветы пред ней преклонились. Взяла маленький цветок, Посадить его захотела, Он же сам из рук ее вылетел, И вернулся на стебелек, И расцвел опять краше прежнего. Издвездиночка так сказала, Значит, мой хозяин не гневается, И со мной он будет милостив. Тут на стеночке беломраморной Буквы огненные явились. Не хозяин я, Послушай, раб, Что тебе, госпожа, захочется, Тот же миг исполни я с охотой. Изумилась Ася словам таким, Не зови меня госпожою, Будь же добрым мне господином, Но оставь меня свою, Не оставь меня своей милостью, Я из воли твоей не выступлю, Я за все тебе благодарна. Стала жить такая седвездиночка. Всякий день ее беспечален, Всякий день нарядушки новые, Ее убранство и украшения, Подают ей руки невидимые, Явство кушанье угощения, Всякий день катание веселое, По лесам, полям и дубравушкам, В колесницах волшебных безупряжи, И приветы, и речи ласковые, Шлет ей Велес словами огненными, Все на той стене беломраморной, И увидела Ася. Велес полюбил ее больше жизни, И тогда она захотела Говорить с ним и голос слышать, И молила она хозяина, И явились ей слова На той стеночке беломраморной, Приходи сегодня в зеленый сад, Во свою беседку любимую, И скажи, я слушаю Велес, Много-ль-мало-ль проходит времени, Прибежала Ася-звездинушка На свою беседку любимую, А сердечко у ней трепещет, Как у пташечки клетки пойманной. Говори со мной, добрый господин, После всех твоих многих милостей Я звериный рев, мне не страшен. И услышала Ася, милая, Ровно кто взнохнул за беседкой, И услышала голос страшный, Дикий, сиплый, Как волчьевой. Испугалась она и вздрогнула, Но приветливые слова Скоро сердцу ее успокоили. Стала слушать она речи умные, На душе ее стало радостно. С той поры беседы пошли у них, Целый день в саду, на гуляниях, В темных лесушках, на катаниях. Только спросит Ася-звездинушка, Здесь ли ты, мой добрый хозяин, Отвечает ему древелис, Здесь я твой неизменный друг. Не страшен ей голос дикий, И идут у них речи долгие, И за ласковой беседой Незаметно уходит время. Много ли, мало ли, Минуло времени, Захотелось Асе-звездиночке Увидать обличье Велеса, И просила она друга верного. Долго Велес не соглашался, Испугать ее опасался. Не проси меня, Ася, милая, Ведь меня в обличье чудовище, Устрашаются даже звери. Мы живем с тобой в согласии, Друг с другом не разлучаемся. И увидя мою личину, Ты меня, конечно, оставишь, Я ж навек тогда затоскую. Не послышала Ася, милая, Я не разлюблю тебя, Велес, Во любом обличье явись, Если стар человек, Будь мне дедушка, Коль сиретович, Будь мне дядюшка, Если молотый, Будь мне братушка, И поколь живу, Будь сердечный друг. И ответил ей мудрый Велес, Я тебя перечить не стану, Я люблю тебя больше жизни, Ныне приходи во зеленый сад, Как залез, зайдет солнце красное, И скажи, явись, мой сердечный друг, Я тогда тебе в серых сумерках На единый миг покажусь. И пошла она в зеленый сад, Ни одной минутки не мешкала, Опустилась, а солнце красное, И тогда звездинка промолвила, Ты явись ко мне, Мой сердечный друг. Показалось ей чудо-юдище, Вдалеке на миг появилось, Перешло дорожку садовую, И пропало сразу в кустах. Испугалась Ася, Вскрикнула, И на землю пала без памяти. Правду было страшно, чудовище, Его кожа была, Что елова кора, Ну а волосы, Что ковыль трава. На руках-то когти звериные, Его ноженьки лошадиные, Нос, как клюв совиный, Клыки во рту, А глаза колодцы бездонные. Пролежала она много времени, Как очнулась, А слышит плач, Кто-то рядом с ней убивается. Ты меня погубила, девица, Ты меня теперь не захочешь И не видеть, И не даже слышать. Жалко стало звездиночки Велеса. Господин мой добрый и ласковый, Я не буду больше бояться, Не забуду я твоих милостей, И не разлучуся с тобой. Покажись мне теперь в виде давешнем, Я впервые лишь испугалась. Показалось ей чудо-юдушка, Только близко не подошло, Как она его не просила. И гуляли они до ноченьки, И вели беседушки прежние. На другой день она увидела Буйно Велеса в свете солнышка, И ничуть уже не боялась. И пошли у них разговоры, День-деньской, с утра и до вечера. И гуляли они по садам, И катались по лесам. Много и мало ли минуло времени, Как-то раз приснился Асе дом Родительский отец. Он стоит один на пороге И печалится о звездинке. И она молила хозяина, Отпусти меня, Велес мудрый, В кости к батюшке моему. Он слезит в свои очи ясные, Все тоскует он обо мне. И ответил ей Велес мудрый, Что ж, иди, мой свет, Не в него ли ты? Вот возьми, звездинка, колечко, Повернешь его ты у батюшки, Повернешь еще снова дома. Но вернись, молю, до заката, А иначе с силы волшебного Того колечко иссягнет, И останешься ты у батюшки. Я же без тебя затоскую. Повернулась и колечко, Оказалась в царьграде. И встречает ее садко И сестрицы ее родимые, И нарядами ее девятся, И рассказами утешаются. Рассказала она садко О привольном житье своем. Ничего пред ним не скрывая. И дивился, И веселился он Житью ее королевскому, И тому, что она привыкла Не бояться чудища юдища. И проходит день, Как единый час. Стали сестры ее упрашивать, Не идти назад к чуду юдищу. И разгневалась звездинка. И если я моему господину За любовь его Буду злом платить, Лучше мне не жить на свете. И тогда сестрицы родные Задержать решили звездиночку, И все окна закрыли ставнями, Запалили в тереме свечечки. Вот к закату солнце склоняется, А звездиночка не спешит домой. На перу забылось у батюшки, Тут отец садко удивился, Что ж в доме окна заставлены, Надо их открыть, посмотреть, Не заходит ли солнце красное. Как открыли слуги те ставенки, Видят все, что последний луч Посылает им солнце красное. И тогда звездиночка Ася Повернула свое колечко, В тот же миг она очутилась Во дворце своем белокаменном, Во палатушках бога Велеса. И скричала она тогда, Что же ты меня не встречаешь, Господин мой, ласковый Велес. Вокруг стоит тишина, Не поют саду птицы певчие, И не бьют ключи родниковые. Побежала она к пригорку, Где цветочек аленький рос. Видит Велес лег на пригорке, Обхватил руками цветок. Видит он лежит бездыханный, Его очушки помутились, И уста его запечатались. И припала к нему звездиночка, И ласкать она стала Велеса, Целовать его и плакала. Ты проснись, пробудись, Милый Велес, Я люблю тебя, как невеста. Жениха желанного любит. Только те слова прозвучали, Заблестели в небушке молнии, Затряслась земля сырая, Потрескался небесный свод, И упала Ася без памяти. Очнулась в палатах царских, И сидит она на престоле, И ее король обнимает. Это был сам Велес великий, Сбросивший личину ужасную. Ты меня полюбила, Ася, Как чудовище безобразное. За любовь мою душу добрую. Полюби же теперь, красавица, Ты меня в человечьем образе. Зловошебник в силы седуни Наложил заклятие крепкое. Жить мне в образе безобразно, До тех пор, пока я Всем обличий, Меня девица не полюбит. Ты сняла заклятие седуни, Быть тебе моею женою, Править царствием моем святом. И сыграли они вскоре свадебку, И на свадьбе Велеса мудрого Веселились они божители, Веселился и сам Садко, И сестрица Ася Звездиношки. И родилась у Звездинки Великого Бога Велеса Дочь-поманушка молодая, И теперь все Велесов Славу поют, И звездиночки, и Садко, Внуку Святогоры, Гора и Плеяны. Вот такая вот Миф-сказка о том, Как Велес Обрел свою вторую половину. Что тут можно сказать? Велеса полюбила и спасла, Сняла с него заклятие, Не какая-то богиня, Обыкновенная земная девушка. Внешне обычная дочь земли матушки, Но внутри она была богиня. Что часто происходит в мире земном? Богиня она была, Мы узнаем в дальнейшем, Что это была вся та же Вилла Сида, Которая любила Велеса, И пришла к нему в обличии Обычной земной девушки, И сняла с него заклятие. Потому что Велес это была Ее половинка, Она и половинка Велеса, Поэтому она его полюбила, И в обличии страшного чудовища. Снова миф, Который говорит о том, Что внешность обманчива. С виду это обычная девушка, А внутри, как я сказала, Это богиня. Оленький цветочек. Интересный символ. Я думаю, что это цветок розы. Здесь имеется цветок розы, И он же является символом любви. Самый прекрасный среди цветов. Самый загадочный, я бы сказала. И вот Велес Утешается на этот цветок. Потому что, смотря на него, Он вспоминает любовь, Он Тешит себя надеждой, Что кто-нибудь полюбит его. И Это заклятие Наконец-то Отпустит его, Спадет с него. И когда садко срывает этот цветок, Для Велеса это нехороший знак. Потому что, ну, Он пока еще не видает, Что садко срывает его Для Своей младшей дочери. И Когда Ася узнает От своего отца, Что ему грозит смерть, И Из-за нее Она, конечно, Жертвует собой Из любви к отцу. Это была, конечно, Необычная Девушка. И Отправляется жить К чуду-юду И В его королевство. Итог этого мифа Наконец-то Велес встречает Свою половинку В образе Земной девушки. О чем говорит миф? Что Любовь земная, Любовь обычной Земной девушки Спасает, Может спасти Бога Своей любовью. То есть Любовь Это первично. Любить, конечно, Можно И Вопреки Внешности. За доброту, За ум, За щедрость. Но Все эти Качества Они Могут Отодвинуть Какие-то Внешние Недостатки На Второй План. Как Есть Одна Такая Мудрая Русская Поговорка С лица Воду Не Пить. Конечно, Я Считаю, Что Внешность Тоже Важна, Потому Что Внешность Она Привлекает К содержанию То есть Форма Привлекает К содержанию Которая Потом Начинает Изучаться Вот Ну Красоте Быстро Привыкаешь А вот Внутреннее Содержание Очень Важно Для Создания Крепкой Семьи Крепких Отношений В данном Случае У Велеса Случилось По-другому Он Проходил Свой Урок И Поэтому Его Конечно Должна Была Полюбить Очень Добрая Душа Которая Была Его Половинкой Потому Что Души Их Не Имеющие Не Имеющие Внешней Формы Внешней Формы Которая Часто Вводит Заблуждение Узнали Друг Друга Желаю Всем Обрести Любовь Своей Второй Половинки И На Этой Счастливой Ноте Я Заканчиваю Трактовку Этого Мифа Всем Всех Благодарю За Внимание Благодарю Благодарю